В эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте. Говорим об армейском рукопашном бою». У нас в студии председатель правления финансовой группы «Сберегательный союз» Рафаэль Рашидович Бабаев, президент Федерации армейского рукопашного боя в городе Севастополе Константин Федорович Царенко и советник председателя ДОСАФ России в Крымском федеральном округе Владимир Владиславович Коваленко. Здравствуйте! Ну что, давайте поговорим о мероприятии, которое в ближайшее время, то есть 31 мая, уже пройдет. Рафаэль, расскажите нам, что это за спортивные мероприятия? Это чемпионат России по армейскому рукопашному бою, который пройдет впервые за историю России, впервые в городе Севастополе. Надеюсь, что в будущем году еще один, то есть он станет традиционным, а сейчас он проходит впервые. Именно в Севастополе, а почему именно в Севастополе? Ну, потому как было принято такое решение. Город, Севастополь это армейский город, а это все-таки армейский рукопашный бой, поэтому было такое решение провести именно, провести и сделать традиционным его именно в городе Севастополе. Хорошо, а Константин, сколько участников будет и вообще откуда, я так понимаю, это не только Севастополь, это и другие регионы страны? Ну, я хотел поправить, не только 31 мая он пройдет, 31 мая стартанет. Вот, чемпионаты, статусы чемпионата открыты, и мы одновременно совместили, что это открытый Кубок Вооруженных Силы Российской Федерации, чемпионат, открытый чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Стартанет 31 мая, мы проведем отборочные бои, и 1 июня в 12 часов, 31 мая в 10 часов, а 1 июня в 12 часов уже открытие и финальные бои. Участников на сегодняшний момент с заявки подал свыше 30 команд. Мы предполагаем, сейчас мандатная комиссия занимается подсчетом участников, что перевалит за 100 с лишним участников. Это будут бойцы с разных регионов, 50% нам участников дают вооруженные силы, это 58-я армия, 42-я, бригады ВДВ различные. Поэтому, может быть, севастопцам было бы интересно посмотреть на то, как подготовлена наша армия в целом к рукопашному бою. Поболеем за Черноморский флот. Да, и поболеем за Черноморский флот. Мы выставили достаточно серьезную команду в основе ее с разных подразделений Черноморского флота бойцы. Они достаточно квалифицированы и опытные, потому что для подготовки бойца надо 5-6 лет такого уровня. Потому что статус чемпионата и Кубка вооруженных сил – это статус кандидата в мастера спорта, в мастер спорта. Это 5-6 лет. Вот, слава богу, на Черноморском флоте служат различные спортсмены, которых мы усиленно готовили к армейскому рукопашному бою. Потому что 70% техники – это борцовская, 30% – это ударная техника. И именно это позволяет позиционировать бойца в армейском рукопашном бою. Ну, сейчас ждем от них серьезных результатов и побед. Да, у нас есть секреты свои, подготовка. Поэтому бригада морской пехоты много нам дает хороших с разведбата бойцов. Так что побоище, рубилово будет нормально. Будет все серьезно. Ну, а какие регионы уже можно сказать, будут принимать участие? Вы знаете, вот Рафаэль Рашидович говорил еще недавно и так начинал говорить. Иркутск, Оренбург, то есть, сдалек. И идем ниже, доходим до Краснодара, Ставрополя, Ростова, Санкт-Петербурга. То есть, бесконечно можно. Практически вся Россия. Ну, то есть, понятно, перечень участников серьезной со всей страны. От Иркутска до... Хорошо, а Константин, еще вопрос о особенностях этого мероприятия. Расскажите. Насколько, ну, вообще перспективы его и особенности. Особенности мероприятия в том, что это не олимпийский вид спорта, это военно-прикладной вид спорта. И психология участника бойца, спортсмена совершенно по другим принципам выстраивается. То есть, сам для себя боец и те, кто его поддерживает, определяют степень его готовности к защите Родины. То есть, это личная подготовка к тому, чтобы защитить нашу Родину. Поэтому психология бойца не коммерческая. Нет в этом всем мероприятии каких-то желаний добиться, я бы сказал, тщеславия внешнего. Это внутренний вид единоборства, душевного внутреннего. Поэтому это особенно для армейского рукопашного. А для Севастополя это очень перспективно. Мы начали уже год как активно заниматься армейским рукопашным боем. И начинали мы с Владимиром вместе в этом направлении. У нас было 40, 50, 60 максимум детей. Сейчас это около 500, 600. Даже если точно посмотреть с родителями, как занимаются, это около 700. В 10 раз цифра выросла, это серьезный показатель. И этот чемпионат несет большие перспективы. Кубок на приз губернатора. Большие перспективы для севастопольцев. Они раскрывают для себя этот вид спорта. Ну что, Владимир, расскажите, помимо того, что проверяются какие-то физические данные, подготовка ребят и вообще их профессиональный уровень, как вообще проходит еще развитие военно-патриотических видов спорта в Севастополе? Армейский рукопашный бой – это один из видов военно-прикладных видов спорта. И задача перед военно-прикладными видами спорта, как сказал уже Константин, состоит не в том, чтобы добиться какого-то спортивного результата. А в первую очередь она состоит в том, чтобы научить себя владеть те превиомами, которые позволят выполнить юноше или девушку при нахождении в составе вооруженных сил Российской Федерации как профессионального военного. В этом суть армейского рукопашного боя как вида военно-прикладных видов спорта. Хочу сказать, что данный чемпионат, он готовился, собственно говоря, еще в далеком, уже теперь 2014-м, 2014-м году, после воссоединения Севастополя и Республики Крым с Российской Федерацией. Мы поставили цель такой группы единомышленников поднять военно-прикладные виды спорта, патриотическое воспитание в городе еще на более высокий качественный уровень. Хочу сказать, что готовя организаторы чемпионата России, который состоится завтра и послезавтра в городе Севастополя, фактически ни копейки бюджетных денег не используют. У нас социальное мероприятие, вход на чемпионат бесплатный для зрителей. Кроме того, несмотря на то, что нам все помогают, это начинает с резв массовой информации и различных предприятий, которые бесплатно предоставляют нам какие-то теле- иное оборудование, эфирное время, рекламируют вид спорта. Хочу сказать, что большое бремя финансовой нагрузки несет финансовая группа «Сберегательный союз». Огромная роль принадлежит правительству города Севастополя, которое бескорыстно и помогает нам, общественникам, которые решили такое мероприятие провести в Севастополе. За что большое спасибо, прежде всего, управлению по делам молодежи и спорту, которое возглавляет Саченко Руслан Александрович, ну и, естественно, губернатору города Севастополя Сергею Ивановичу Миняйло, который на себя взял функцию наградить победителей кубками и, собственно говоря, принять этот чемпионат на священной земле Севастополя. Но без такого рода поддержки сложно организовать подобные мероприятия? Очень сложно, тем более вы знаете, что 30 команд, если уже на сегодняшний день прибыло сюда, это нужно и разместить, и организовать мандатную комиссию, работу мандатной комиссии, взвешивание, работу судейской коллегии, организовать зрители, приезд и размещение гостей. Естественно, нужно соблюдать правила и технику безопасности. Это тоже огромный труд. И без поддержки правительства Севастополя, конечно, и флота Черноморского. Конечно. Ну что, наши журналисты подготовили видеоматериал. Я предлагаю подытожить и его посмотреть как раз. Для защиты от ударов закрыты шлем, перчатки и бандаж. Но вне зависимости от экипировки и уровня подготовки, травмы в армейской рукопашке – дело привычное, отмечают бойцы. Это военно-прикладной вид спорта. Он включает в себя элементы сразу нескольких единоборств – ударные и борцовские техники, болевые приемы. Запрещены лишь удушающие захваты. За титул чемпиона страны по рукопашному бою российские спортсмены поборются в 17-й раз. Более 30 команд из разных регионов России встретятся в Севастополе. Соревноваться будут на протяжении двух дней – 31 мая и 1 июня. Все бойцы прошли отборочные турниры перед чемпионом. То есть лучшие из лучших. Сильная команда будет из Санкт-Петербурга, сильные команды ВДВ, традиционно сильные команды с двух подразделений ВДВ прибыли. Надеюсь, наша команда, в основе которой бойцы из бригады морской пехоты, будут из Нахимовского училища нашего черноморского. Система проведения состязаний – олимпийская. В жюри порядка 25 человек. Белокаменные на чемпионате представят две команды – Черноморского флота и Городской федерации армейского рукопашного боя. Сразятся в семи весовых категориях. Продолжительность предварительного поединка – 3 минуты, финального – 4. Победители и призеров определят по итогам второго дня соревнований. Человек самоутверждается именно как боец, как защитник. Это его внутреннее состояние. Это его внутренняя уверенность, что он выполняет эту задачу. И чемпионат, вот именно такого уровня чемпионат, заставляет окружающих и самого бойца воспринимать реальность защитника Отечества. Если мы смотрим тот же бокс, дзюдо или еще что-то, то мы дзюдоиста воспринимаем как дзюдоиста, боксера воспринимаем как боксера. А бойца АРБ армейского рукопашного боя мы воспринимаем как защитника своей Родины. Завтра, если не дай Боже, что-то случится, он встанет в первых рядах и будет защищать нашу Родину, наших матерей. Планируется, что начиная со следующего года постоянным портом приписки Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою станет Севастополь. Так как Севастополь все-таки город действительно воинской славы, то есть боевой город, я буду ходатайствовать о присвоении Севастополя столицу АРБ. В финале примут участие 14 человек. Решающий этап пройдет 1 июня в спортивном клубе «Мусон». Сильнейшие получат кубки, медали и грамоты от правительства Севастополя. Ожидается, что в будущем году число команд-участниц возрастет до 45. Анастасия Синица, Александр Дементьев, Мария Скрипкина, информационный канал Севастополя. Сразу видно, какой боевой дух на соревнованиях присутствуют. И кубки, которые находятся сейчас в студии, ждут своих победителей. Но подытожим, я предлагаю пригласить телезрителей на соревнования. Приглашаем 31 числа в 10 утра на отборочные соревнования и на церемонию торжественного открытия и финальные бои 1 июня в 12 часов на спортивный комплекс «Мусон». Приглашаем всех, особенно молодых, здоровых ребят, девушек. Это будет и интересно, и нужно. Это будет захватывающе и интересно. Спасибо большое за то, что пришли. На этой прекрасной ноте мы и завершим наш эфир. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин